Безграничное многообразие и ценность, которую нельзя измерить. Биологическое разнообразие представляет... Весь диапазон форм жизни на Земле. Вопрос. В чем состоит биологическое разнообразие? Это генетическое многообразие живых организмов, часть из которых человек сделал домашними и культивирует их для использования в пищу и в качестве сырья, а также в медицинских целях. Биологическое разнообразие — это различные виды насекомых, растений, млекопитающих, рыб и микроорганизмов, с которыми мы живем на одной планете. К настоящему моменту мы смогли определить и описать примерно 1 750 000 видов, а всего на Земле — около 13 000 000 видов. Разнообразие биологического мира — это также различные экосистемы, ландшафты и океанские сообщества живых организмов. Из-за деятельности человека многообразие биологического мира сокращается в 25 000 раз быстрее, чем в ходе естественной эволюции. Вырубка лесов, расширение сельскохозяйственных угодий в самые отдаленные районы, рост городов и прогресс промышленности, избыточный лов рыбы и загрязнение среды наносят тяжелый урон природе. По некоторым прогнозам, к 2050 году половина существующих видов будет утеряна навсегда. Генетическое обилие традиционных сельскохозяйственных культур утрачивается, когда используются одни и те же урожайные сорта. Почему человек должен беспокоиться о вымирающих видах? Биологическое разнообразие — это во многом защитная система всех живых организмов, обеспечивающая их существование в будущем. Это значит, что мы будем менее уязвимы, если новые болезни погубят наши урожаи или нам понадобится новое лекарство и сырье. Это означает, что экосистемы продолжают вырабатывать кислород, регулировать руслы рек, восстанавливать почвы и воспроизводить полезные ископаемые. Это означает, что мы сможем сохранить здоровый и гармоничный мир для будущих поколений. Пример первый. Стоимость лекарств, получаемых ежегодно из диких растений, составляет примерно 40 миллиардов долларов. Даже отдаленные районы Гималаев чувствуют на себе давление со стороны западных фармацевтических компаний, которые стремятся быть первыми в производстве лекарств от рака. Считается, что ТИС содержит вещества, способные контролировать рост опухоли. Пример второй. Урожаи таких культур, как пшеница, риса, кукуруза, обеспечивают половину всех пищевых запасов на Земле. Наша зависимость всего от нескольких видов очень опасна. Получая урожаи культур, созданных путем скрещивания с дикорастущими разновидностями, мы защищаем мир от возможного массового голода. Отсюда необходимость сохранять многообразие и диких, и культурных растений. Пример третий. Леса не только обеспечивают человека древесиной или целлюлозой. Они также защищают почву и очищают воздух. В лесах растут ягоды и грибы, которыми питаются люди, звери и птицы. Таким образом осуществляется круговорот питательных веществ. Леса являются естественной преградой для ветра и снега. Они фильтруют дождевую воду, которая попадает в почву. Почему разнообразие биологического мира так важно для человека? Почему многие виды вымирают? Для чего еще необходимо биологическое многообразие? Как я могу спасти биологические виды от вымирания?